всем привет мои дорогие отличного вам настроения у нас сегодня будет два дня мотивации на готовку в одном видеоролике так получилось что не успела выпустить одно видео решила все соединить и показать вам такую масштабную мотивацию можно сказать состоящую из двух дней как обычно готовлю много на всех то есть тут ничего не меняется на днях собираюсь сделать большую закупку продуктов потому что уже как-то все позаканчивалось обычно я стараюсь сразу купить на несколько дней бывает так что даже на неделю делаю закупку это удобнее чем постоянно бегать в магазины да и что-то докупать а так уже вроде бы все и заканчивается до к одному периоду я уже распределяю бюджет так что на неделю приблизительно закупил и затем еще через недельку такую же такую же большую закупку сделал конечно в плане финансов это лично мне выгоднее ну а можно конечно вообще не заморачиваться да если у вас крупный город то можно попросту заказать доставку продуктов как правило в крупных городах она активно работает кстати не могу не сказать по поводу сушки овощей и фруктов продолжаю пользоваться буквально вчера на ночь загрузила тоже засушила фрукты и яблочки еще и бананы очень понравилось и в дальнейшем вот когда буду сейчас делать уже закупку я думаю что купить нужно будет цитрусовых побольше я очень люблю чай вообще с лимоном сделаю как раз таки засушу лимон думаю что апельсинчики также брошу если увижу лайм то куплю почему-то последнее время него как-то не попадался и вот этот вот ароматный такой гербарий сушеный вообще будет просто самое то несколько слов хотела также сказать по поводу уборки на кухне уже пришло время но я сейчас как бы я имею ввиду пришло время делать такую большую грандиозную уборку мне сейчас и вечерами стараюсь немножечко выделять часик или два для того чтобы вымыть шкафчики решетку тоже вот мыло то есть но как бы чтобы было чисто а за один день конечно нужно бы сделать генеральную такую хорошую уборку сейчас очень сложно выбрать этот день не получается никак потому что либо готовишь снимаешь видеоролики либо же работаешь либо сейчас также но дочки выпускные экзамены начинаются тоже сложности определенные но не будем отвлекаться до на внешние факторы все-таки у нас мотивация на готовку кстати здесь уже второй день на кухне мотивация и я сейчас решила пожарить рыбку меня в запасе в морозилке были карасики такие кстати крупные караси прям очень хорошие но я банально вот просто в панировке кстати рыбы я всегда тоже заготавливаю даже вот когда в сезон тех же самых карасе я их просто чищу и уже по пакетам раскладываю у меня как правило в морозилке имеется рыба сейчас вот тоже последние такие запасы подъедаем осенью также заготовила много цветной капусты сейчас достаю потихонечку и отвариваю мне нравится просто вот видите отварная капуста с добавлением масла лобрового листика горошин перца душистого гвоздики такой аромат приятный получается ничего лишнего то есть просто отварная но можно конечно и в кляре сделать я всегда большими такими пучками соцветиями замораживаю отдельно и также отдельно еще мелкими ну на всякий случай может быть работам иногда делаю по настроению по желанию то есть разными способами всегда заготавливаю вообще да конечно запасы в морозилке это такое знаете хорошее подспорье и помощь в экономии то есть всегда можно что-то вытащить да и приготовить также часто я обычно делаю заготовки еды готовой еды полуфабрикатов но сейчас всего это уже в холодильнике точнее в морозилке попросту нет потому что давно не делала все собираюсь и никак не получается но сезон лето впереди я думаю что все еще будет главное чтобы здоровье было попросту в последнее время еще очень такую сильную усталость и но есть некоторые сложности говорить о которых тоже не хочу кстати по поводу еды на два дома то есть все вы знаете что я готовлю также еще для мамы нет ничего не поменялось но говорить как бы об этом я тоже не хочу комментарии спорные пишут не хочу затрагивать эту тему все продолжается все так же как и было ничего не изменилось кстати там на заднем фоне сейчас видите бабушку многие спрашивают как бабушка нормально потихонечку потихонечку поживает сейчас тоже сезон весна да я у нее участок небольшой перед окном она очень любит туда наведываться что-то там посеять ухаживать вот как бы это прям ее поэтому сейчас она тоже этим занимается ну главное чтобы тоже здоровье было ну а тут я решила почистить сковороду уже давно не чистил обычным средством зелитом горячую как раз таки раскаленную сковороду да может быть это не очень так приятно поэтому я сразу открыла окно гостей на меня навсегда открыто здесь было закрыто я открыла чтобы сразу такое проветривание было потому что ну вся вот эта химия вообще не очень хорошо чистится быстро то есть очень удобно когда раскаленная посуда раскаленная сковорода или там кастрюля наносится это средство буквально не знаю там 5-10 минут и все можно уже мыть но все конечно зависит от степени еще нагара степени налета то есть я вот посмотрела и мне показалось недостаточным потом я еще раз нанесла озелит то есть два раза я наносила озелит хотя может быть нужно было чуть подольше подержать тут как бы моя ошибка тоже присутствует потому что я часто чищу этим средством знала что чуть-чуть нужно под задержаться до оставить его на более длительное время но спешка ни к чему хорошему не приводит также я еще решила приготовить быструю пиццу на сковороде для своих домочадцев я такую пиццу не ем потому что она с колбасой но они очень любят ну нужно бы конечно уже по-хорошему так приготовить нормальную такую хорошую пиццу в духовке пирожки делаю часто а вот до пиццы как-то не знаю то забываю про то что нужно ее приготовить хотя в семье очень принципе любят пиццу с разными начинками поэтому нужно тоже уделить этому время и у меня на канале мастер своего дела есть несколько рецептов пиццы это если кому-то интересно есть прям удачные удачные очень хорошие рецепты я постоянно ими кстати пользуюсь поэтому если кому-то интересно наберите в поисковике youtube мастер своего дела пиццы и вам выйдут мои рецепты увидите хотя знаете этот вариант быстрой пиццы нельзя сказать что он ненормальный какой-то нет он очень даже удачный порой я так делаю даже для себя то есть какой-то грибной там начинкой овощной сегодня с колбасой поэтому я как уже сказала есть не буду но вообще вот это тесто оно быстро готовится до смешал раз-два и готово все это на сковороду отправил крышкой перекрыл и буквально 5-10 минут на таком среднем окне чуть ближе к минимальному я всегда готовлю и пицца готова единственное конечно нужно выбирать сковороду с более большим диаметром где-то хотя бы сантиметров 24-26 чтобы пицца получилась более тонкой у меня на этот раз она кстати получилась такой толстоватый ничего принципе нам что-то сказали вкусненько кстати в комментариях читала вопрос попадаются как моей еде относится муж к моей калорийной еде знаете это эту еду я готовлю как раз таки в основном для него и для остальных потому что вот муж в первую очередь он не будет есть салаты какие-то овощные он вообще их просто не любит это не потому что я не готовлю нет себе я готовлю салаты но он их не ест поэтому он любит калорийную мясную выпечку он тоже любит такую пищу поэтому я готовлю то что любят не то что приготовила я и вот пожалуйста ешьте нет то что просят то что любят твоей готовлю и сегодня также еще я приготовила картошку в микроволновке в пакете давно позабытый старый мой способ я часто раньше так делала сейчас очень-очень редко быстренько все получается картошка получается буквально где-то ну минут за 12 10-12 все зависит от толщины нарезки вообще от сорта картофеля ну и конечно же от количества до смотря сколько в пакет вы положите я готовлю с маслом со специями всегда по-разному тоже иногда чесночок добавляю да ничего такого не добавляю ну смотря как кто хочет как просят домочаться так и делаю ну а здесь уже все на финальной стадии я наполняю контейнеры для того чтобы отвезти маме и также уже сейчас буду кормить домочадцев сами же я прощаюсь всем отличного настроения с вами скоро увидимся спасибо за то что вы не смотрите за ваши теплые добрые комментарии и за ваше честное мнение всем пока пока